Сегодня в гостях Виктор Кантор, ведущий эксперт преподавания Data Science в России. Кантор является создателем знаменитого оффлайн-курса Data Mining in Action и одним из авторов онлайн-специализации машин на обучение и анализ данных на Coursera. В прошлом Виктор, Chief Data Scientist в Яндекс.Такси и глава группы поведенческого анализа в Яндекс.Дейтэффекте. Мы обсудим, какие бывают профессии в Data Science, что работает, а что нет в преподавании науки от данных, чем помогут игры и что в будущем ждет тех, кто не дружен с культиматикой. Все говорят Data Science, Data Science. На самом деле, ведь много всего, насколько я понимаю. Да, ну, я немножко исторический экскурс сейчас устрою. Дело в том, что не так давно, ну, там, допустим, лет 5 назад, ну, 10-то точно назад, устроиться именно чисто Data Scientist было бы довольно проблематично. Дело в том, что смотрели на ситуацию именно у нас в стране, ну, я говорю про устроиться в России, у нас в стране смотрели на ситуацию так, что есть люди, которые умеют разрабатывать, умеют там написать код, например, там, на плюсах сразу в продакшн, ну, или кто на чем там пишет. И эти люди могут еще знать про машинное обучение, могут еще какую-нибудь модель внедрить. Ну, вот есть такая часть разработчиков, которые это могут. Люди, которые могут именно там модели строить, но не могут разрабатывать в продакшн, это какие-то странные люди были с точки зрения того времени. И вообще не было понятно, что должен быть специальный человек, который этим занимается. Потом постепенно, ну, на Западе, во-первых, было выделение там в отдельную сущность дейта-сайентистов. Во-вторых, появлялось все больше библиотек, которые позволяли быстро делать какие-то вещи про дейта-сайенс. Ну, например, когда я начинал заниматься машинным обучением, эскалерной еще не было. То есть вот основной питоновской библиотечке, которая используется, конечно, на практике. А как же без нее тогда обходиться было? Сами писали алгоритмы. О-о-о. Ну, вот, но только понимаешь, история какая. Если сам пишешь на плюсах, то опять начинается история про то, что имей совесть разрабатывать хорошо. А если пишешь на каком-нибудь простеньком языке, типа питона, то ты уже испытываешь некоторые проблемы с быстродействием. Хотя, конечно, нужно понимать, что есть там библиотеки, типа NumPy, SkyPy, которые позволяют все-таки справиться с этой ситуацией, потому что они представляют собой обертку над чем-то более низкоуровневым. Ну, и больше становилась именно библиотека, и постепенно стало понятно, что, ну, да, в принципе, если есть отдельный человек, который хорошо разбирается, как поэкспериментировать, как хорошо построить модель, то можно вот его этим и загрузить. Но дальше еще один момент важный, то что если все же есть возможность нанять разработчика, который может и то, и это, то, конечно, стратегически выгодно взять более универсального солдата. Но только проблема в том, что если нанимать только таких, то закрывать каждую позицию по полгода может потребоваться. Это не клево. А таких ты имеешь в виду? Это прогер и дейта-сайентист вместе? Прогер и дейта-сайентист, который может там и то, и все, и пятый, и десятый, еще с заказчиком хорошо общается, менеджит команду. И как бы и сам можешь все сделать, и работать ему не нужно. И, в общем-то, да, единственный человек, который нужен в команде. Ну, согласись, если бы был один человек, которого можно нанять, он тебе делает все, ну, почему бы его не нанять? Только таких людей тяжело искать. И убедить потом еще к тебе прийти. Да, разумеется. Ну, я не думаю, что все же этот человек будет стоить, как зарплаты всех перечисленных вместе сложенные, но, то есть, все равно это будет оптимально. Но все-таки нанимать сложно, и вообще эта история с появлением дейта-сайентистов как отдельной сущности кажется про упрощение найма. Дальше уже возникли и другие вопросы. Кто менеджит проекты, которые связаны с дейта-сайенсом? Опять же, нужны какие-то менеджеры, которые обладают каким-то достаточным айтишным бэкграундом и при этом понимают, что же такое машинное обучение. Менеджеры тоже разные бывают. Это в западных компаниях, там во всяких Амазон и Гуглах принято в менеджеры брать человека, который уже прилично отпухал разработчикам. Инженер. Да, у нас все-таки более мягко к этому относятся. Я не могу сказать, хорошо это или плохо, потому что есть плюсы, есть минусы, опять же, на тему того, насколько легко нанять. Ну и в конце концов, мне кажется, есть люди, которые могут плохо писать код, но при этом могут быть отличными менеджерами. Поэтому эти вещи все-таки, ну так, опосредованно очень связаны. Но все это приводит к тому, что менеджер может просто не понимать, что такое машинное обучение, не понимать, как менеджить проект. Поэтому, наверное, можно выделить как отдельную сущность менеджеров, которые могут заниматься проектами в Data Science. Data Science менеджеры. Ну, типа того, да. То есть я не знаю, чтобы было какое-то популярное название именно для этой профессии, Ну, менеджеры и менеджеры, а не везде менеджеры. По любому вопросу есть какие-то свои менеджеры. Ну вот. Ну и еще в отдельную немножко сущность выделились Data Engineer. Это те люди, которые именно занимаются вопросами, там, как данные предобработать, как там из больших-больших табличек, там, получить нужные выборки для Data Scientist. То есть, по сути, для меня выглядит дико эта специальность, потому что для меня это выглядит, как есть люди, которые сначала готовят то, что нужно, чтобы Data Scientist поработал, а потом все самое интересное делает Data Scientist. Ну, то есть, мне кажется, это каким-то диким неравноправием, абсолютно бесчеловечным. Но, видимо, это рационально, потому что вот эти все вещи там про модели, про математику и прочее не обязаны нравиться всем. Есть люди, которым нравятся инфраструктурные вопросы какие-то, и нравятся вопросы про до как там, ну, просто, например, наладить постоянную там подготовку свежего там отчета по пользователям какого-то, из которого уже потом можно что-нибудь извлекать. Слушай, а вот это вот интересно. То есть, Data Engineers – это примерно те люди, которые готовят Data Sets к Kaggle, например. А Data Scientist – это те, кто участвует в соревнованиях. Ну, типа того, но надо понимать, что, в принципе, здесь тоже есть история, что с разработчиками и Data Scientist. То есть, если есть Data Scientist, который может делать инженерную работу и, скажем так, научную, назовем ее так, исследовательскую, то здорово его нанять. Ну, и кроме того, мне кажется, что многие именно сейчас так и поступают. Ну, и мне кажется странным, если Data Scientist может только там по готовой табличке что-нибудь начать строить. С моей точки зрения, Data Scientist должен уметь там обращаться и со всякими там разными мапредюсами и написать как-то все так, чтобы это работало не в вечности. И там все, что нужно, профильтровало и там из пяти петабайтов логов дало нормальный датасет, на котором можно что-то строить. И, кроме того, Data Scientist, с моей точки зрения, хороший, должен заниматься вопросами менеджмента, вопросами коммуникации с заказчиком о постановке задачи совместной, потому что он понимает хорошо предметную область. Но это вопрос роста внутри мира Data Scientist. Ну, то есть, есть там, допустим, Junior Data Scientist, там, младшие, скажем так, аналитики, как их часто называют. От них не ожидается, что они будут иметь задачи прям ставить, но ожидается, что они, по крайней мере, если будут пытаться, будут пытаться как-то адекватно. Ну, это примерно как Data Engineer, только чуть посильнее. Ну, скажем так, в исследовательскую степень немножко. Ну, то есть, они понимают все про модели, понимают, как они устроены, понимают, что где использовать, могут поэкспериментировать с признаками, но в то же время, лучше, чтобы задача, именно как задача машинного обучения, оставила кто-то более опытный. Ну, я о чем сейчас говорю? Вот, например, есть задача построить рекомендательную систему. А зачем ее строить? Зачем это нужно компании? Что она должна оптимизировать? Она должна количество проданных товаров увеличить, количество денег, полученных с продажи, или прибыль полученную. Это такой бизнес-джаджмент уже нужен. Да, но это же нужно, опять же, не самому решать, это нужно обсуждать с бизнесом. Безусловно. Но, опять же, с точки зрения бизнеса может быть нормальная формулировка, что вот нам нужна рекомендательная система, и все. И эта формулировка может быть непроработанной. Потом уже, когда начинаешь задавать правильные вопросы, говоришь, что, чувак, я сделаю хорошую рекомендательную систему, но бизнес-показатель, она может оптимизировать вам не те, а вам какие нужны. Они могут сказать, что, ну, вот деньги нужны, а дальше уже можно спросить, а какие деньги, вот с вычетом затрат или без вычета и так далее. Может оказаться, например, что рекомендательная система компании вообще нужна не для денег. Там, ну, как... Как в фильме, газеты читать нужны. Зачем им билеты? Ну, в общем, можно сказать, что, во-первых, может быть, это долгосрочная история. То есть у конкурентов есть, у нас нет, вот люди будут пользоваться конкурентами. А еще, может быть, это история про, например, интерфейсные вопросы, что просто мы хотим, чтобы нашим пользователям было удобнее пользоваться нашим сайтом. А уже из-за этого мы верим, что мы, опять же, в лонгтерме заработаем больше денег. Но померить это, там, за месяц, за два, так, чтобы это было, там, статозначимо и воспроизводимо, довольно затруднительно. Ну, для того, чтобы понять, там, принес какой-нибудь алгоритм эффект или нет, ну, нужно по-хорошему сделать АБТ-тест. На каких-то пользователях его применять, на каких-то не применять. В течение АБТ-теста набрать достаточно данных, чтобы, там, статистика говорила, что этот эффект будет потом воспроизводиться, если повторить этот тест. Но в течение этого теста ничего другого меняться не должно. И вот это вот подвох. Ну, или меняться должно одинаково в этих группах. За этим нужно следить, опять-таки. Понятно, что если вообще ничего не надо менять на сайте, то это безумие, потому что если нужно, там, два месяца, три месяца гонять тест, чтобы был подначимый результат, то это как-то чудовищно нужно застопорить бизнес, никто не будет этим заниматься. Если должно меняться одинаково в группах, ну, тоже там достаточно возни возникает, но, как бы, по-хорошему с этим можно справиться. Но очень часто, вот, например, рекомендательные системы страдают от того, что их пытаются внедрять там, где данных недостаточно для значимых решений. И вот, собственно, нельзя сделать вывод. Вот, например, мы в Яндекс.Такси нашли забавное применение рекомендательной системе. Нужно выдавать пользователю подсказки, куда он поедет. И прикол в том, что обычно, когда рекомендуешь человеку товар, надо, чтобы он что-нибудь купил, что он и не планировал купить. А ты можешь начать рекомендовать то, что он и так бы сам догадался. И вот этот момент довольно тяжело заметить и именно обучиться так, чтобы не рекомендовать то, что он и так сам хотел. А тут нужно рекомендовать то, что он и так сам хочет. То есть основная боль становится как раз тем, что надо. И там мы столкнулись с тем, что здорово, у нас такая пользовательская база, что, в принципе, с точки зрения статозначимости 2-3 дня и все. Никакие месяцы. Ну, понятное дело, что там есть недельная сезонность, и за 2-3 дня нельзя тест завершать, но там много есть моментов. Но так или иначе, есть кейсы, в которых можно прям реально проверить, работает что-то или не работает. И есть много кейсов, где нельзя проверить, нельзя статозначимо замерить, а люди все равно как-то пытаются выкрутиться. Расскажи, пожалуйста, поподробнее про даты инженеров. Просто у меня возникает ощущение, что стать дата инженером гораздо легче, чем дата сайентистом. Не знаю, мне кажется, легче стать тем, кто занимается тем, что любит. Да, но, допустим, человеку, у которого нет математического образования. Я так догадываюсь, что почистить данные, научиться их готовить, гораздо легче, чем научиться строить модели. Да, ну просто какие вещи тебе интереснее, разработческие вещи или математические? Просто, чтобы получать удовольствие от разработческих вещей, нужно действительно быть человеком, который говорит, о, там новая версия библиотеки, о, добавили такую фичу, о, я сейчас потэщу, а вот еще новая библиотека вышла, мне интересно сравнить. Ну, если честно, я на это смотрю как, боже, вам правда это интересно, люди? Ну, окей, хорошо, у всех свои интересы. Мне нет, мне не интересно. Понимаешь, мы с тобой счастливые люди, которые могут заниматься тем, чем им интересно. Но я думаю о таких, как, например, водители такси, которым, ну окей, они не получат математическое выражение, они не заботают шат, они там, например, вряд ли станут дейто-сайентистами. Но есть ли у них шанс стать дейто-инженером? Да, я думаю, что у водителей такси есть шанс стать кем угодно, потому что мне очень часто водители такси рассказывают, как обустроить Россию, как правильно организовать топ-менеджмент больших компаний, о своем шикарном опыте и на самых разных ролях. Поэтому мне кажется, что за водителями такси в любом случае будущее. Но кроме шуток, не, я думаю, могут стать и дейто-инженерами, и дейто-сайентистами. Просто у нас правда так интересно жизнь в стране устроена, что когда человек там таксует или еще что-то делает, что кажется специального образования какого-то долгого не требует, у него очень интересное образование может быть за плечами. То есть, в принципе, люди могут и математику хорошо знать, и там закончить, не знаю, там МГУ, физтех, и потом заниматься какими-то другими вещами. Кстати говоря, нельзя сказать, что это бесполезно для того, чтобы быть водителем такси, потому что, опять же, есть такая вещь, как просто банальная адекватность и какой-то общий уровень культуры, и если человек там к чему-то культурному приобщался, иногда это сказывается положительно на нем. Я думаю, я здесь неправильно сформулировал. Допустим, не водитель такси, человек, у которого нет математического образования сейчас, но ему, допустим, 30 лет. Ты нечаянно выбрал случайного человека, он оказался суперменом. Да, да, примерно так. Вот давай выберем случайного, который не оказывается суперменом, и у которого не такой там подходящий математический бэкграунд, как у тебя или хотя бы у меня. Смотри, мне кажется, что, опять же, вопрос вкусов, то есть кому-то будет проще научиться программировать, кому-то будет проще научиться математике. Есть некоторое убеждение в обществе, что математика это что-то более высокое, и более сложное, и более требовательное к ресурсам мозга, а программирование что-то более инженерное. Я не буду в этом месте спорить с мнением большинства, это все равно сильно неблагодарное дело в данном случае, но мне кажется, что все-таки важны и индивидуальные особенности человека. Но если смотреть так, да, наверное, все-таки проще с инженерными какими-то вещами разобраться, потому что, ну, по крайней мере, ну, тут два момента. Во-первых, для вещей более математичных, более исследовательских, нужно какое-то абстрактное мышление, хотя там, в принципе, это все достаточно конкретно, но все равно, чтобы все эти вот понятия в голове держать, чтобы их осознать. С другой стороны, когда ты занимаешься более абстрактными вещами, с тебя спрос меньше, если честно. То есть, если ты математикой что-то там намудрил, то это далеко не сразу становится понятно, и потом, когда становится понятно, к тебе относятся более-менее стисходительно, потому что, что с тебя взять, ты математик. А в случае с инженером надо, чтобы работало, поэтому в некотором смысле ответственность бывает больше. Ну, поэтому, я бы сказал так, ну, наверное, да, математику сложнее, и в data science, наверное, сложнее, хотя тоже вопрос, насколько много математики там нужно. Вот я сейчас учусь рассказывать про какие-то вещи из data science, используя математику по минимуму, но, честно, я это учусь делать не для тех людей, кто именно хочет в эту область, для тех людей, кто хочет узнать, что это такое, и хоть как-то там рядом быть, ну, например, там менеджить проекты связанные. Конечно, если человек уже руками будет делать, то там лучше серьезно погружаться. Но, опять же, есть разные варианты серьезного погружения, можно доказывать теорему, что вот этот алгоритм там работает, сходится за столько-то там итераций, и там исследовать какие-нибудь свойства там оптимального решения, можно просто рассказывать, как алгоритмы устроены, ну, и почему их такими придумали. Хотя это может быть связано. Ты сейчас очень удачно перешел как раз к теме подготовки data scientist. И у меня возник вопрос, который я нашел у тебя как раз на твоем новом канале в Телеграме. Очень интересный вопрос. Какие есть нюансы в обучении data scientist? О, это я боюсь, мы можем нечаянно поговорить все интервью, поэтому в какой-то момент ты мне скажи, чтобы я остановился. Давай я буду чуть более конкретным. Вопрос. Ты рассказывал, что в какой-то момент стратегия просто прочитать каких-то прикольных лекций перестала работать. Не, я не могу сказать, что она прям совсем перестала работать, просто это уже не круто в 2018 году. Ну как, это круто, но не так круто, как может быть. Здесь вообще в образовании история такая, что, наверное, у многих из нас были какие-то случаи, когда мы там раз за свою жизнь попадали к такому замечательному преподавателю, который вроде бы не делает ничего особенного, просто перед и рассказывал. А ты потом все знаешь, все понятно. И непонятно, как он это сделал вообще, что такое произошло. Ну а на самом деле он просто, во-первых, не говорил лишнего, что тебя запутывает, во-вторых, рассказал все нужное, и в-третьих, ну просто брал и понятно рассказывал, не выдумывал какие-то очень длинные извилистые пути из точки А в точку Б, где точка А, это ты ничего еще не знаешь, точка Б, это ты уже разобрался. Ну, такой подход работает, он работает хорошо, но есть такой момент, что есть вещи, которые лекциями не объяснишь. Например, ну, можно рассказать, как алгоритмы устроены, но, опять же, когда человек сам поигрался, там, попробовал что-то возможно реализовать, я не призываю всех, кто хочет разобраться с Data Science реализовывать алгоритмы. Конечно, куча библиотек, где все это есть, но, опять же, кому-то, для того, чтобы понять, как себя метод ведет, может быть полезно попробовать самому сделать, посмотреть, что с ним происходит. Опять же, если говорить о том, как применять, то, если человек сам попробовал руками, то, конечно, он будет лучше понимать. И, если говорить о том, как ставить задачи, то лучше бы человек несколько раз поставил задачи неправильно, хорошенько на этом обжегся, и потом понял, где именно он неправ. И можно сказать, что все это можно, наверное, как-то в учебном процессе моделировать. И это отчасти правда, то есть, по идее, лекции плюс семинары, наверное, уже неплохо получается. И стандартная связка, сто лет используемая в преподавании. Но дело в том, что ситуация, когда ты просто делаешь задание практическое, когда у тебя нет вот этой игры в то, что у тебя есть какой-то проект, и ты можешь его заложать, и ты можешь его заложить, тебе не скажут, в чем ты залажал, а ты будешь сам думать, где ты именно залажал, советоваться с какими-то людьми. Вот без этой игры получается ситуация неполная. Я, когда вел лекции и семинары на фехте, это в МФТИ, вот где, собственно, я учился, я старался на семинарах воспроизводить какой-то рост сложности, проблем. То есть сначала вы просто обучаете модель, потом вам нужно подумать о том, как вам подготовить данные, придумать какие-то хорошие признаки, потом вам нужно подумать про постановку и так далее. Но если идти дальше, нужно действительно как-то хорошо имитировать какие-то рабочие ситуации. Поэтому, если говорить просто о чтении лекций, ну, это здорово, это может развлечь, ну, мы же все понимаем, человек приходит на лекцию, слушает, неважно, какая она хорошая, он не запомнит ее всю ни разу. То есть он запомнит какую-то маленькую долю, и то, если повезет, и если ему понравится. И... Слушай, вот здесь у меня... Нельзя рассказать человеку, и он потом будет... Вот здесь у меня вопрос. Часто люди жалуются на то, что есть дисконнект между лекциями и семинарскими занятиями. И вопрос, а зачем тогда лекции нужны? Оставить только семинарские? Вот здесь вот как раз будет уместная история. Я знал, что... Такой момент все-таки настанет. Случайно в кустах оказался рояль? Да, вот рояль в кустах. Правда. Ну ладно, хорошо, ты меня раскрыла. Я ехал сюда и подумал, что надо рассказать. Вот. Но когда мы с друзьями только погружались в мир дейта-сайенса, не все выжили. Ну то есть это я остался в дейта-сайенсе, а кто-то из друзей сказал, что я больше никогда не буду заниматься машинным обучением. Все, нафиг это из моей жизни. Я буду бакэнт-разработчиком. Вот. И мы тогда сами реализовывали алгоритмы, и мы решали задачи именно анализа текстовых документов. А когда анализируются текстовые документы, в качестве признаков, описывающих документ, часто используют количество вхождений того или иного слова. Ну и вот мы брали такое описание документов вот этим набором чисел, и потом это описание преобразовывали некоторым алгоритмом, который тоже там сами реализовывали. И потом смотрели на картинки там, ну мы берем там два числа из описания получившегося, и строим график, как точки располагаются. Я строил такой график и смотрел, как точки внезапно полученные просто из коллекции текстовых документов. Вот просто с компьютера текстовый документ, каждая точка от текстового документа на графике образуют какие-то кривые причудливые. То есть прям реально они вдоль одной гладкой кривой с завитушками, там еще что-то такое происходит. И я реально думал, что ух ты, мы, наверное, сделали какое-то очень хорошее преобразование вот этих чисел, что теперь вот они какие-то формы осмысленные имеют. Вот я сейчас придумаю, как там что-то совместить, оно заработает. Ну, те люди, которые уже неплохо знакомы с теорией, подозревают, что какую-то дичь рассказывают. История-то в чем? Дело в том, что то, как мы преобразовали эти числа, это было там чисто линейным преобразованием, поэтому никакие кривые сами собой появиться не могли. Они были и в исходных данных. А как они были? Дело в том, что человек, который написал подсчет количества вхождений слова в документ, забыл обнулять счетчик. То есть он переходил к следующему документу, счетчик не обнулялся, и поэтому количество вхождений слов по мере движения к следующему документу все больше и больше было. Кумулятивно так, да? Да, кумулятивная сумма получалась, и поэтому у нас каждая следующая точка была рядом с предыдущей. Получались вот такие вот заветывающиеся кривые. Если бы к тому моменту у меня было нормальное теоретическое образование, а не так, что я пытался быть самоучкой, то я бы прекрасно понимал, что нельзя преобразовать какой-то набор чисел линейным преобразованием и получить вот такие кривые. Но я бы не осознавал, что я на самом деле делаю линейное преобразование. Я не осознавал, что так не может быть, потому что теоретически бэкграунд был слабоват. И такие... Ну, потом я уже это компенсировал, потом уже я начал изучать машинное обучение. Это тоже, кстати, было в институте. И это сильно упростила ситуация. Но вот простой пример, зачем нужны лекции. То есть лекции – это такой теоретический каркас, на который вешается потом мясо практики. И более того, лекции еще позволяют как-то все-таки это структурировать в голове. Дело в том, что если ты воспринимаешь область как набор каких-то практических хаков, то для тебя это не наука, это ремесло какое-то. При этом есть такой ремесленный оттенок в Data Science, потому что в целом вещи, которые делают, достаточно простые. Взял датасет, попреобразовал примерно одинаково все. Ну, там, после какого-то количества проектов уже все очень похоже. Потом там обучил модель, оценил качество модели, ну и так далее. Это все примерно одинаковое. Но в то же время, когда возникают моменты, когда нужно реально понять, что ты делаешь какую-то чушь, или просто не делать чушь, очень полезный теоретический бэкграунд. И в этом месте важно сказать, что это ответ не на вопрос, зачем лекции. Это ответ на вопрос, зачем теория. Рассказывать ее именно в такой форме, именно вот все сводить к лекционно-семинарской форме, совсем не обязательно. Но здесь мы сталкиваемся еще с тем, что у нас есть наследство от нашей системы образования, которая существует достаточно долго. И люди привыкли к лекционно-семинарской форме. Если человек привык, что ему сначала прогрузят теории, а потом ему устроят практику, и так вот постоянно, то тяжело ему продать что-то другое, что-то новое, пусть даже оно будет более эффективно. Это будет некомфортная ситуация для человека, он будет чувствовать, что он ни разу не в своей зоне комфорта, и ему будет тяжело. И это просто будет приводить к тому, что, наверное, такой подход будет меньше пользоваться популярностью до тех пор, пока он себя не оправдает в полной мере. Это нас плавно подводит к вопросу о том, а как вообще надо делать. То есть, какие вообще могут быть подходы. Витя, расскажи, пожалуйста, про то, как ты думаешь, Data Science может повлиять на образование в целом. То есть, не только как обучать Data Science, а как Data Science может изменить образование. Ну, на самом деле, здесь все кажется довольно предсказуемым, потому что Data Science можно применять для персонализации всего подряд. Там, персональные предложения, что купить, персональные предложения, какие статьи в интернете почитать. Это самое страшное зло, потому что отличный способ просто отнять безумное количество времени у человека. Мой брательник сейчас как раз пилит такой стартап Laserlike. Вот у них там очень крутая рекомендательная система, что почитать. Окей. Я просто знаю, что был Surfing Bird, потом появился Яндекс.Дзен, но при этом Дзен у меня вызывает своеобразные чувства. Дело в том, что в целом CTR, кликрейт, объявление, ну, странички какой-то, он очень важный признак, а кликрейт высокий у всякой желтухи. И поэтому периодически пробивается в рекомендации, а это же там на главной Яндексе, и я испытываю какие-то такие чувства, что ну, ну, как же так. Но в то же время ребята правда стараются сделать такую увлекающую, интересную вещь. Правда, я не знаю, готовы ли люди к осознанию того, что когда им рекомендуют всякую желтуху, им рекомендуют их, ее, потому что им правда это интересно. То есть, что люди сами виноваты и сами такой профиль сформировали. Кстати говоря, с курсами тоже будет интересно посмотреть, когда людям будут рекомендоваться курсы или рекомендоваться именно какие-то отдельные уроки, как они будут воспринимать, что им это порекомендовали. Потому что, знаете, разные могут быть уроки, разные могут быть курсы. Я его ображаю, там в топе будут курсы по пикапу, например. Ну да, да, да. И опять же, да, CTR же будет тоже важным признаком. И если, например, что-нибудь сломается и отвалятся остальные признаки, то будет ранжирование только по кликабельности. А кликабельность будет большая вот у курса по пикапу в лучшем случае. Вот. Во-первых, да, можно персонализировать, можно персонализировать именно сами упражнения. То есть, например, меня всегда беспокоит такой вопрос, что по-хорошему, если хочется материал изложить на разных людей очень эффективно, надо рассказать как-то все и, ну вот в моей области, например, рассказать и с точки зрения математика, и с точки зрения программиста, и просто картинки порисовать там. И кто-то воспримет хорошо визуализации, кто-то воспримет хорошо код, кто-то воспримет хорошо формулы. Но когда это все вместе всовываешь, то получается, что в один момент ты смотришь, а в другой момент ты уже такой, ну, зачем этот код нужен, я из формулы все понял. Или зачем эта формула нужна, только усложняет этот код своим видом. И если есть возможность понять, а что человеку действительно показать, чтобы он понял, то можно ему просто подсунуть то, что нужно. Тут есть нюанс, что чтобы люди могли общаться друг с другом и находить общий язык, рассказывать им с другой точки зрения тоже надо, но не все подряд и вот не каждый шаг. Я думаю, что для того, чтобы такие вещи делать, нужно достаточно много данных собирать об обучении, поэтому ни о каком оффлайн обучении здесь речь не идет, потому что логировать достаточно данных будет просто затруднительно. Но для оффлайна можно какие-то простые вещи делать, сделать АБТ-тест, лучше так проводить курсы или так. Ну, это тоже такое себе удовольствие, потому что гораздо проще это все делать для онлайна. Вот у Курсера много данных такого рода. Курсера каким-то образом использует это для каких-то экспериментов с машинным обучением в образовании, но я недостаточно хорошо погружен в их эксперименты. Но я думаю, что еще очень важный вопрос это как помочь человеку найти интересные ему вещи. То есть не просто порекомендовать курс, а в каком-то смысле предложить какие-то варианты, как он может построить свою жизнь дальше именно профессиональную. Хотя, может, не только профессиональные курсы, по разным вещам бывают. Вот как построить свою жизнь, чтобы он мог эти варианты как-то, не знаю, попробовать, как-то начать изучать и понять, нравится или не нравится ему. Здесь меня пугает перспектива появления рекламы в этом вопросе, потому что, ну, это примерно как с поиском. Если представить, что завтра поисковики будут выдавать не то, что реально релевантно, а то, за что больше заплатили, то это будет ужасный мир. Так-то мы понимаем, что есть поиск, а есть контекстная реклама. И в контекстной рекламе, да, там, все-таки это реклама, но если результаты поиска будут куплены, то тогда просто поисковиком пользоваться никто не будет, он не будет нужен. То же самое с рекомендацией курсов, но только дело в том, что в случае поиска, то понять, что что-то как-то не очень релевантно, можно, потому что ты сразу видишь, что не очень подходит выдача поисковая. А в случае с курсами, понять, что это не совсем то, что тебе было нужно, ну, во-первых, ты потратишь время, во-вторых, возможно, ты пойдешь уже этим путем. В-третьих, ты, может быть, поймешь, что это не то, что тебе нужно, а на самом деле ты просто где-то был недостаточно настойчив. А может быть, ты даже не поймешь. Да, может, ты не поймешь, может, вообще будешь из-за этого там несчастливым человеком, но не будешь понимать, как плохо ты живешь. Всю жизнь курс из ковер. Да, да, да. Ну, понятно, что тут не надо смешивать свою ответственность личную и ответственность кого-то, кто что-то рекомендует, потому что в целом, если человек считает, что надо слушать чужие советы и жить по чужим советам, то проблема не в советах. Но все-таки образование это очень страшная тема тем, что можно очень сильно повлиять на человека и повлиять не в ту сторону, в которую нужно с точки зрения его счастья. И это никак не проверить за разумное время. И даже любые статистики, которые мы можем посчитать, какие-то успехи тех людей, которые прошли какие-то курсы, это же все-таки очень посредственные источники знания о том, насколько хороший курс. Вот, например, мне интересно, будут ли успехи студентов, например, там, не знаю, МФТИ сильно ниже, если им начать какую-то чушь рассказывать вместо их предметов в университете. Ведь туда поступают люди, которые очень жесткий отбор проходят. Не то чтобы этот отбор прям 100% логичный, все-таки там сейчас по ЕГЭ набирают, и в ЕГЭ есть такой момент, что русские суммируются с тем же весом, что это профильные предметы. И получается, человек, который там отлично знает математику, но чуть-чуть проложал в русском, окажется хуже, чем человек, у которого все чуть поровнее, может быть. И так или иначе, туда приходят люди, которые могут справиться с очень сложными вещами, и даже если ничего особенного с ними не делать, это уже хорошая выборка людей, и они уже мотивированы чего-то добиваться. Понятно, что когда их там нагружают основательно, и они должны как-то со всем этим разбираться, переживать это, они дополнительным образом какие-то навыки приобретают. Но если их будут нагружать чем-то бесполезным для жизни, ну, там, чем-то очень отдаленно развивающим какие-то способности. Вот я, например, очень любил в университете теоретическую физику, вообще обожал. Очень клевый предмет, очень логичный, очень классный. Но понятно, что в повседневной жизни я ее не использую никак. Вот если, например, всех загрузить именно теоретической физикой, будут ли они от этого там меньше добиваться успехов в банках, в консалтинге, в IT и так далее. Да вообще-то не факт. То есть, может быть, толком и ничему их и не научили в университете. А может, научили, я не знаю, как это померить. И когда я комментирую какие-то вещи, которые сам делаю, и мне хочется сказать, что вот там курс чем-то хороший, я, может быть, иногда это правило не соблюдаю, но все-таки я стараюсь придерживаться, что говорю, что ну вот учились вот такие-таки люди, но не факт, что это связано с тем, что курс хороший. Просто люди сами были очень ничего. И, в общем, сложно понять, что образование реально дает, и что реально дает конкретный курс, поэтому здесь есть элемент беспокойства, что вдруг я в данный момент на самом деле надувательством занимаюсь и сам не понимаю. То есть, не знаю, там, продаю заряженную воду людям или еще вот что-то такое безумное делаю. Можно ли использовать машинное обучение как раз для того, чтобы мерить прогресс людей и смотреть, как они изменяются? Можно придумать какие-нибудь варианты, но, опять же, тут вопрос терминологии, что такое прогресс, в чем именно, какие придумать параметры для оценки, потому что, ну, смотри, вот хотим мы оценить какие-то интеллектуальные способности человека. Ну, вот есть у нас тест на IQ. Ну, все понимают, что это, конечно, прикольная вещь и известная, но все-таки в некотором смысле чушь. Понятно, что человек не обязан получить удовольствие от решения каких-то идиотских головоломок, не имеющих отношения ни к какой реальной жизни. Но также можно придумать какие-то еще показатели, которые, может быть, окажутся полным бредом. Можно пытаться измерять какую-то рабочую полезность человека, там, не знаю, смотреть, как дальше жизнь у людей складывается, сколько там закрытых удачных проектов, еще что-то. Но это тоже все от кучи факторов зависит. Это зависит от того, с кем он делал свою работу, какие были обстоятельства, а нужно ли было руководству, чтобы эта работа была сделана хорошо, или это было что-то номинальное. В общем, тут миллион нюансов, и это очень болезненный такой вопрос, как быть, когда нюансов очень много, и непонятно, как выделить главное. Вот всякие настоящие науки, физика, например, они работают на том, что мы просто выделяем главное, отбрасываем второстепенные факторы, и у нас получается хорошая модель реального явления. Вот какие факторы второстепенные в образовании, это вопрос тяжелый. Как ты думаешь, вообще можно как-то интересные игры, вообще вот эту эмоциональную составляющую привнести в обучение Data Science? Абсолютно точно можно, просто есть такой момент, что когда что-то еще не смог сделать, когда что-то еще не получилось, постоянно задаешь себе вопроса, может это вообще нельзя сделать, может это как-то, в общем не нужно считать себя настолько всемогущим, что если что-то не получилось, значит это в принципе невозможно. Я считаю, что пока не получилось сделать вот чего-то такого же клевого, как, не знаю, использование RPG-игры для обучения истории. Но, то есть там с играми просто история какая-то, не думаешь, что ты учишь историю, ты просто играешь, ты живешь, а потом внезапно ты все знаешь. То есть это действительно симуляция какая-то твоей жизни и у тебя потом знания появляются как-то сами. И вот я идеальное решение вижу так, что ты не думаешь о том, что ты учишься. Ты вообще не должен в этот момент понимать, что ты учишься. Ты должен получать удовольствие от процесса игрового, ты просто играешь, а потом заканчиваешь играть, у тебя есть какие-то знания. И это немножко опасный путь, конечно, что если таким образом люди будут очень активно получать знания, и вот только таким образом, то может быть какие-то более традиционные подходы и им будут тяжелее даваться. Поэтому, ну тут надо, видимо, как-то аккуратно все комбинировать. Ну, в общем, что-то придумать, наверное, можно. Тут просто еще боль в том, что когда вы занимаетесь играми, вам хочется какую-то большую аудиторию охватить обычно, а когда чему-то учите, аудитория у тех, кто хочет этому научиться, не очень большая. я опять же у тебя в интервью с Юрой слышал очень классную цитату, с которой я согласен, сейчас скажу. Наша жизнь это большой эксперимент над людьми. А почему я вспомнил про эту цитату? Потому что, окей, вот мы сидим такие, в принципе, очень счастливые люди, у нас хорошее образование, мы можем много чем заниматься, и как бы Data Science нас не убьет. Наши профессии сохранятся, и мы будем счастливы дальше работать. Но я думаю о людях, кто может от Data Science пострадать. Тех же таксисты, если мы рассматриваем не таксисты с суперкрутым образованием, таксистов без образования, может быть, сотрудники колл-центров, может быть, даже юристы, какие-то самые низкоуровневые юристы, которых легко будет заменить Data Science. Вот что таким людям делать, и можно ли их как-то обучить и вовлечь в новую экономику? Во-первых, я теперь начинаю проникаться тем, что, наверное, чувствуют люди, которым там Познер начинает зачитывать их цитату двухлетней давности или еще какой-то, и они такие «Ух ты!» Я это говорил. Я, честно, даже бы не подумал, что я такое сказал у Юры, но в целом я согласен, но теперь не могу нарадоваться, как я хорошо сказал. Вот, но в общем про твой вопрос. Во-первых, здесь есть один не очень хороший момент, что формулировка «Как их вовлечь в эту всю экономику?» не нужно стараться слишком что-то решать за других людей, какие-то их проблемы. Понятно, это проблемы не только их, но и экономики, но все-таки… Это может быть еще и проблема общества, когда куча людей, кто не зарабатывает и сидит без дела, хорошим не приводит. это нельзя решать именно с позиции как бы нам этих людей пристроить. Это надо решать с позиции как бы дать возможность всем находить себя. Согласен с тобой. Давай переформулирую. Решение, куда именно их пристроить, я не знаю, куда, и это даже не совсем правильная постановка. Как именно помочь им… Ну, ладно, не помочь, тоже опять же… Как дать возможность людям… Так, чтобы в принципе у всех людей всегда была возможность находить себя независимо от того, что там меняется с их профессией. Мне кажется, что нам нужно в первую очередь заниматься даже не тем, чтобы создать вот именно такие и такие и такие рабочие места, а нам нужно бороться со стереотипами. Дело в том, что вот, ну, представим себе человека, который, допустим, поработал там на десяти разных работах, которые вообще по разному направлению. Вот как он будет выглядеть в глазах общественности в основном. Ну, вот какой-то человек без царя в голове, который и то, и все, и пятое, и десятое, и ничего толком не достиг. Вот так его будут воспринимать. А теперь, как выглядит человек, который там 20 лет проработал в одной сфере, 30 лет проработал в одной сфере. Это вот трудяга, молодец, там он развивался как специалист, это все здорово. А теперь маленький нюанс. А если что-то с его сферой происходит, если что-то меняется, а в конце концов если меняется что-то в экономике и он не может продолжить заниматься любимым делом так, чтобы ему было комфортно, чтобы он мог там семью содержать и так далее, вот что делать человеку, который может только 20 лет подряд или там 30 лет подряд одно и то же делать? Ему будет тяжело, это будет его ломать сильно. И получается, что человек, который, может быть, много экспериментировал, на самом деле больше готов к жизни. он может подстроиться к разным сложным ситуациям. Хотя, с точки зрения общества, он может быть каким-то не очень хорошим. И понятно, что когда на нас эти стереотипы давят, мы пытаемся все-таки как-то соответствовать социальным ожиданиям на свой счет. Поэтому нужно просто принять тот факт, что это нормально, когда человек интересуется какими-то разными вещами, и это довольно опасная авантюра всю свою жизнь положить вот чисто на одно дело и ни шаг влево, ни шаг вправо. Ну, здорово, если человек так может, это тоже определенная смелость нужна, я думаю, но нужно поощрять эксперименты людей, нужно поощрять изменения специальности, нужно поощрять какие-то еще интересы. То есть, когда человек, не знаю, имеет какую-то работу, имеет какую-то как бы подработку, пусть не очень много занимающую времени, но в другой сфере. И вообще развитие компетенций из разных областей, не только из одной. Так что, в первую очередь, работать со стереотипами. А дальше, если мы сломаем эти стереотипы, люди сами начнут смотреть по сторонам, искать. Ну, то есть, понятно, что я не говорю о каком-то принудительном ломании, то есть, если кому-то комфортно, ну, окей. Ну, нужно спасти тех, кто на самом деле не хочет так жить, но вот на него кто готов спастись. Да. Как-то так. Ну, тоже, опять же, вот мне не нравится, когда звучат всякие слова типа спасать, помочь, когда люди сами об этом не просят. Может быть. Тут есть риск, что они не просят, а потом, когда поймут, что им нужно, будет поздно. Ну, а почему именно мы достойны рассуждать о том, как о них позаботиться. Тоже тут, знаешь, взятие на себя ответственности это такой интересный момент. С одной стороны, вроде молодец, что решился взять, с другой стороны, это все-таки ответственность, тебе нужно ее оправдывать. И с третьей стороны, в принципе, если никто не просил, то, может быть, ты не лучшим вариантом будешь. Ну, в смысле, в целом, любой человек. В общем, к этому всему надо очень серьезно подходить. Я думаю, что пока я могу немножко потрепаться на эту тему в интервью, но действительно делать какие-то очень важные вещи для решения этих вопросов, я вот, например, не готов в силу того, что я пока недостаточно знаю, недостаточно понимая о том, как вообще у людей устроена жизнь, карьера и прочее. Меня, например, сейчас вообще пугает то, что мы часто смотрим на то, как люди, допустим, 40 часов в неделю работают фулл-таймом, кто-то 60 часов работает, кто сколько, и думаем, что это нормально. А на самом деле, опять же, вопрос. То есть человек просто решил почти большую часть своего времени продать какой-то компании, и это ему часто нужно для того, чтобы жить, потому что у него нет тех накоплений, которые позволят ему, допустим, взять и на 5 лет на это все забить или на год даже забить, и он будет переживать, а вот потом устроюсь я или не устроюсь, тоже там много всего этого. Но, по сути, это же прям большая часть твоей жизни, и из всех вариантов, чему ее можно посвятить, не знаю, там, семья, какие-то свои дела, еще что-то, выбрать работу, это здорово, когда ты ее очень любишь, когда это то, чем тебе приятно заниматься, а ведь многие люди выбирают, потому что они вынуждены выбрать то, что есть. А как ты относишься к безусловному доходу? Смотри, я ничего принципиально нового не скажу, потому что понятно, что безусловный доход приводит к тому, что люди становятся ленивыми и не очень хотят какие-то вещи даже делать. С другой стороны, безусловный доход приводит к тому, что человек может в какой-то более комфортной обстановке подумать, о чем ему вообще хочется. Мне кажется, что проблема с безусловным доходом, вот если его прям взять и сделать, будет в том, что мы не готовы к таким размышлениям. Ну, то есть, это реально страшно думать о том, чем свою жизнь занять, чтобы это было прям вот здорово. Потому что, ну, не знаю, меня нигде не учили об этом думать, меня нигде не учили быть счастливым человеком, я никогда этому сам не учился, и поэтому вот я, например, сейчас, когда попал в ситуацию, что у меня сейчас очень свободный рабочий график, не в том смысле, что мало встреч или мало еще чего-то, а в плане того, что я могу как угодно его переигрывать. И в целом, в основном, я занимаюсь именно вот консультированием компании и образовательной деятельностью. Вот. Я столкнулся с тем, что мне вообще самому интересно, чему жизнь посвящать. Вот. Не факт, что вот этот культ там карьеры, работы, это вообще что-то адекватное. С другой стороны, делать культ из чего-то другого тоже глупость какая-то, наверное. С другой стороны, можно подумать, что каждый человек просто сам находит себе там, ради чего он живет, находит себе свой смысл жизни, и, в общем-то, смысл жизни в том, в чем ты сам захочешь его увидеть. Поэтому, в любом случае, мы играем в какой-то самообман, и просто выбери самообман себе по душе и не нервничать. Ну, не знаю, я думаю, безусловный доход это прикольный эксперимент, но я думаю, что он не должен быть очень большим. Вряд ли получится сделать его очень большим. Да, есть подозрения. Ну что ж, спасибо тебе большое, Витя, спасибо за твое время, очень было интересно поговорить. Тебе спасибо, тоже было очень интересно, очень клевые вопросы. Спасибо.